Всем привет! Продолжаем изучать нейросети. И на этом уроке мы научимся с помощью нейросетей генерировать изображения. Сервисов для генерации изображения существует огромное количество. Это и наиболее популярная нейросеть MidJourney, которая, к сожалению, платная. И для того, чтобы генерировать изображение, необходимо купить подписку и при этом оплатить обязательно зарубежные карты, так как российские карточки под санкциями. Но, тем не менее, существует множество и бесплатных нейросетей, которые позволят сгенерировать достаточно хорошее изображение для ваших постов. И, кстати, именно Bing, который мы разбирали, чат-бот Bing, который мы разбирали в прошлом уроке, тоже подходит для генерации изображения. Но на этом уроке мы рассмотрим два варианта — генерацию с помощью Bing и генерацию с помощью нейросети Кандинский. Вернемся к нашему чат-боту Bing, где мы создавали текст для поста в социальных сетях и сториз для публикации в Инстаграме. И попробуем, например, к одной из сториз сгенерировать изображение, используя как раз таки чат-бот Bing. Просто в продолжении нашей беседы просим чат-бот сгенерировать нам изображение к одному из сториз. Давайте выберем, например, сториз с козленком. Сгенерируй изображение для сториз номер 2. И отправляем ему этот запрос. Ждем буквально несколько секунд, и появляется изображение. И тут мы сталкиваемся с ограничением от нейросетей в виде запрета генерации фотореалистичных изображений. Дело в том, что многие нейросети настолько качественно стали генерировать изображения, что их сложно отличить от настоящих фотографий. Поэтому многие нейросети выставили такое ограничение, чтобы фотореалистичные изображения не генерировались. И в данном случае и в нашем чате это произошло. Попросив сгенерировать изображение для сториз номер 2, чат-бот Bing выдал ошибку о том, что не удалось создать это изображение. Тогда его попросил сгенерировать изображение для сториз номер 3, и в этом случае у него получилось сделать одну более-менее фотореалистичную картинку. Но это, скажем так, из серии случайностей. И три иллюстрации как раз этого события, которое происходит в сториз. То есть девочка на ферме возле курятника разбивает случайно яйцо и пачкает одежду. Тем не менее, мы можем использовать эти изображения для нашего поста. Соответственно, нажимаем на ту картинку, которая нам понравилась. Она открывается в полном разрешении. И эту картинку мы можем уже сохранить к себе фотопленку и использовать непосредственно в публикации, в посте или в сториз. Как и в тексте, мы можем вносить изменения и давать комментарии чат-боту для того, чтобы он скорректировал наше изображение в той или иной стилистике. И вы можете сами попробовать это сделать. Но сейчас я бы хотел рассказать о втором варианте, как же нам получить более реалистичные изображения с помощью нейросетей. Для этого просто можем использовать другую нейросеть. Такую, как, например, российскую нейросеть от Сбербанка Кандински. Для этого просто в любом браузере пишем Кандински, переходим на их официальный сайт Кандински и нажимаем кнопку начать творить. Эта нейросеть абсолютно бесплатна. И его большим плюсом является то, что вводить запросы для генерации изображения можно на русском языке. То есть владеть английским языком не обязательно, в то время как тот же самый популярный Midjourney позволяет генерировать изображение на английском языке. Итак, заходим на сайт Fusion Brain, то есть на этом сайте будет происходить генерация. Проходим простую процедуру регистрации, вводим свой реальный почтовый адрес электронный и пароль. У меня уже здесь создан аккаунт, поэтому я просто ввожу свои данные и нажимаю Войти. Для пользования этой нейросетью нам не требуется VPN, поэтому можете его смело отключить, к тому же он может тормозить работу сайта. Так что отключаем и попадаем на страницу генерации. И уже на этой странице мы можем вводить запросы для генерации изображения, причем здесь они уже могут быть достаточно фотореалистичными, поэтому давайте как раз таки сгенерируем изображение для сторис, где девочка у нас в курятнике держит в руках, например, курицу. Пишем ферма. Девочка держит в руках курицу. Обозначим, что мы хотим получить именно фотореалистичное изображение, поэтому так и напишем. Фотореалистичное. Пускай будет масло масляное. Фотореалистичное фото. Да и все. Нажимаем отправить и в этом зеленом экране появится сгенерированная фотография. Получилось достаточно красивое изображение. Может быть, девочка не соответствует, допустим, внешности моей дочки, но в данном случае мы используем нейросеть не как подтверждение того или иного факта, что мы там были, а как некое воспоминание, некая иллюстрация, как в книжке того события, которое у нас произошло. Мы можем генерировать живых людей, либо же можем генерировать просто некое помещение, некую локацию, в которой мы побывали, или животных. И в этом случае наши сторисы, наши посты будут достаточно органичны, вписаны в общий стори-теллинг всего рассказа. Любое слово, которое вы добавите в текст, может либо сильно изменить изображение, либо мало повлиять. Поэтому, опять же, с помощью экспериментов, с помощью тестов, проб и ошибок и понимания, как работать нейросеть, вы можете создавать уже изображение именно под свои задачи. Либо же попробовать перегенерировать это изображение, просто снова нажав на стрелочку. Тем самым мы можем делать это до бесконечности, до тех пор, пока фотография нам не понравится и не будет подходить максимально к тем задачам, которые мы хотим. Вот эта фотография мне тоже нравится, поэтому я ее скачаю. И давайте попробуем сгенерировать отдельно фотографию курицы, и потом в следующем уроке мы будем анимировать изображение и попробуем эту курицу как раз-таки проанимировать. Поэтому эти фотографии я закрываю и здесь напишу ферма курица. Ну, допустим, курица на траве и снова напишу, что это фотореалистичное изображение. Отправляем запрос, ждем буквально несколько секунд и получаем петуха. Нет, нам нужна курица. Ну, вот это, допустим, подойдет как вариант в качестве примера для анимации. То есть, таким образом, комбинируя две нейросети, именно чат-бот Bing от Microsoft и нейросеть Кандинский для генерации иллюстрации и фотографий, вы можете создавать практически любой пост, используя только лишь смартфон и рассказывая свою историю. При этом, повторюсь, чем подробнее вы опишите то, что вы хотите получить именно в чате, тем более лучший результат вы получите и то же самое относится к изображениям. Чем подробнее вы опишите каждую деталь, тем ваша фотография или изображение или может быть даже рисованная какая-то иллюстрация будет максимально качественной. Вы избавляетесь от страха чистого листа. У вас всегда будут темы, на которые вы можете поделиться со своими подписчиками, либо же написать книгу, либо же, не знаю, составить какой-то сценарий для вашего видео в YouTube, либо для других социальных сетей. В общем, нейросети и чат-боты это абсолютно точно отличный инструмент и отличный помощник для создания практически любого контента. Продолжение следует...